Первую субботу сентября колпинцы по традиции празднуют День родного города. А как известно, в любой день рождения ждут хороших и желательно нужных подарков. Подарки, которые получили колпинцы, можно с полной уверенностью назвать не только дорогими, но и долгожданными. Что говорить, если о первом подарке интересовался лично президент страны. Когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев ездил из Купчино в Колпино, чтобы поплавать в знаменитом бассейне спортивного комплекса «Ижорец». Как говорится, обещанного три года ждут. Столько времени и прошло со дня начала капитальной реконструкции самого большого бассейна Петербурга. 3 сентября с инспекции строительства прибыл вице-губернатор Игорь Метельский. Объект введен в строй, сделан. Там уже теплая вода, мы сегодня проверили. И на самом деле я очень благодарен главе района, который постоянно занимался этим вопросом, всех тормошил. Был открыт и большой комплекс, да, уже шестизальный, который был раньше четырехзальным. И он сделан на деньги компании «Газпромбанк». И на самом деле очень потрясающее качество, очень продуманные детали. В этом году День города Колпина праздновали вместе с днем рождения района. Дата основания – 1936 год. 75-летнему юбилею организаторы посвятили праздничное шествие. Оно называлось «Счастливый 36-й». Что было задумано и насколько получилось реализовать творческие идеи, рассказывает Артем Поттер. Жить стало лучше, жить стало веселее. Планы района, планы народа. Юбилейное шествие прошло под лозунгами проигравшего социализма. Пионерские галстуки, красные косынки, костюмы 30-х годов, живые скульптуры, вагит-автомобили. Рабочая колхозница – лучшее творение скульптора Веры Мухиной, без сомнения символ той эпохи. Шествие с годами стало по-настоящему народным зрелищем. В нем приняли участие более 4,5 тысяч человек – ветераны Великой Отечественной войны и школьники, студенты Политехнического колледжа и спортсмены, представители всех медицинских и социальных учреждений и, конечно, работники крупных предприятий, самому легендарному из которых Колпина обязана своим рождением. Путь из года в год тот же. С улицы Фидерной шествие сплошным потоком перетекает на проспект Ленина. Трассу обычно проходят за 40 минут. За это время участники успевают спеть, прокричать о своей любви к родному городу и даже вымыть улицу. Это делают машины спецстранца. В лучших традициях 30-х годов власти приветствовали участников шествия с большой трибуны. Праздник в честь 75-летия Колпинского района начался. Артем Поттер, Мария Петровцева, Руслан Бичурин и Андрей Поляков. Новости Колпинского района. Площадь перед Дворцом культуры Ижорский традиционно становится главной сценой праздника. Петербургская погода непредсказуема. Во время шествия светило солнце, а на открытии торжественной части начался ливень. Впрочем, дождь празднику не помеха. Главным сюрпризом для горожан стал гимн Колпинского района. Светлая Ижора, быстрая Ижора. Я скажу, что это район жемчужина Санкт-Петербурга. Это постоянно я радуюсь. Вот от чего сердце, что я тут живу. После официальной части началась концертная программа. Вечером всех ждал большой праздничный фейерверк. После которого началась дискотека с участием московских диджеев. Какой день рождения без гостей? Поздравить с собрата приехали делегации из городов-побратимов. Точнее, городов-партнеров. Друзья из Китая, Франции, Финляндии, Беларуси, Дагестана, а теперь Литвы. В апреле 2011 года представители районной администрации и мэрии города Друскененкай подписали соглашение о партнерстве. В подтверждение этого договора литовские гости посадили новое дерево на знаменитой аллее дружбы у здания администрации. Весенние наши формальные отношения сегодня подкрепляются уже неформальными. Поэтому теперь представители Турскенка волей-неволей придется сюда приезжать, как минимум раз в год, чтобы проверять, как растет их дерево, ухаживать, подкармливать его и поливать. Но мы следить-то будем однозначно, не волнуйтесь. Очень радостны, что дружим с народом России, что было и раньше, есть и будет, даже не сомневаюсь. Еще один символичный жест в честь нового сотрудничества – открытие российско-литовской этнографической выставки. Экспозиция Устежорского музея называется «Реконструкция керамики Старой Ладоги 8-9 веков». В ней представлена посуда, воссозданная археологами по образцам, найденным в древней столице Руси. Посмотреть уникальные произведения можно с 11 до 17 часов в любой день, кроме понедельника. На открытии археологи провели настоящий мастер-класс с учениками местных школ. Ощутить себя умельцем по древним ремеслам мог каждый, кто посетил город мастеров. Народные умельцы разместились возле памятника Меньшикову и охотно делились с колпинцами секретами своего мастерства. Так, любой желающий мог свалять из шерсти небольшую игрушку, увидеть, как делается картина из соленого теста или переплет книг. Мастера из Литвы прямо на глазах у изумленной публики изготавливали глиняную посуду. Для этого умельцы привезли с собой портативную печь, которая раскаляется почти до 1000 градусов. Вся хитрость в том, что надо видеть все своими глазами, то есть наблюдать за температурой. По оттенку краски мы видим, готовы наши сосуды или нет. Обварная керамика – лишь один из видов. 15 ремесел и искусств, которые литовские мастера хранят сотни и даже тысячи лет. Светлана Шмаевская свои творческие произведения изготавливает из соленого теста. Техника эта очень нравится. Я работаю в психонерологическом диспансере, и она, как с годами выяснилось, что очень помогает людям. Нравится это. Это очень теплый и живой материал. Несколько часов кропотливого труда, и собственный дом может украсить оригинальное панно или декоративная рама. Точную копию такого произведения уже не повторить. Как говорится, ручная работа. С праздником, любимый город! С праздником, жители нашего города! Хлеб, соль вашему дому! Уже стала традицией отмечать день рождения города и завода спортивными состязаниями. На стадионе «Ижорец» прошла четвертая спартакиада промышленных предприятий Санкт-Петербурга, посвященная 75-летию Колпинского района. В этот день «Ижорские заводы» также праздновали 289-ю годовщину со дня своего основания. Как и в прошлом году, в борьбу вступили 12 команд. Среди них были «Адмиралтейские верфи», «Кировский завод», «Кнауфгипс», «Северсталь» и «Рэпхолдинг». По традиции огонь спартакиада зажгли у памятника «Разорванное кольцо». В сопровождении машин ГИБДД спортсмены из команды «Ижорских заводов» пронесли факел по улицам Колпина до стадиона. И даже сильный дождь, который начался как раз перед торжественной церемонией открытия, не помешал. В честь зажечь огонь спартакиада в этом году выпала бронзовому призеру чемпионата Европы, обладателю Кубка УЕФА, футболисту «Зенита» Сергею Симаку. Состязания проводились по различным видам спорта – футболу, волейболу, стритболу, легкоатлетике, городкам, перетягиванию каната и армрестлингу. По результатам всех соревнований победителем стала команда «Ижорских заводов». Это первая победа наших земляков. Два прошлых года они занимали второе место. Продолжение следует...